один клик и мы в лос-анджелесе в соединенных штатах в виртуальном 3d музее дети эти красивые портреты типа но эти статуэтки эти интерьерные предметы быта вот так вот завернем это все и многое другое есть 3d виртуальных турах поэтому всем буду говорить сколько угодно раз ходите смотрите все это совершенно бесплатно это для вас спасибо тем кто это придумывает делает это безумно интересно и в общем ваше путешествие может быть очень занимательным в течение нескольких минут никто не мешает и в общем то и вы можете стоять рассматривать сколько угодно даже что хотите хотите рассматривать даже вот вот скажем так вот вот этот вот 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 этот выключатель или что это у нас тут такое выкли или температурный режим здесь у нас а вот неизвестно что это но мы будем стоять и на него смотреть никто нас не будет тут толкать и говорить но это как-то так как вариант просто всем советую ходить и 3d виртуальные музеи это очень интересно занимательно и полезно вот как-то так всем привет с вами книга коп добро пожаловать на мой канал сегодня в центре нашего внимания будет шикарная книга начала 20 века булочник здесь мы увидим разные поварские рецепты из теста и это не просто так это интересно это безумно интересно по крайней мере для тех кто когда-нибудь хотел испечь сам что-либо подобное и это будет вам только в пользу эта книга здесь вы увидите огромное количество рецептов вот пожалуйста заварное тесто слоеное тесто кренделечки уже вот это кисло слоеное тесто дальше что у нас там сайки молочные сайки московские заварные кто-то скажет что это такое а пожалуйста читаем смотрим сушки баранки польское тесто французские булки штрицель пожалуйста паштетное тесто ничего себе и паштет есть но еще что паштетное тесто от кулич пожалуйста баба ромовая бисквит песочное тесто варианты раз-два кислое да пожалуй круглые торты форма лимонные бисквитные меда медовый и многое многое другое то есть вот оладьи оладьи и вариации разные пышки облинах о фритюре на хворост пожалуйста вкусный немецкий шоколадный кекс это и многое другое есть в этой замечательной книге передаю и вам в изучении в прочтении найдете для себя много чего интересного поэтому чего говорить ссылка будет под видео на сайте книга коп точка рф по традиции заходим смотрим и в общем приготовим и будет нам счастье ну а теперь немножко мистики притом она реально или виртуально но не могу обойти этого мимо и обойти эту тему мимо смотрим как вчера пишут написал об этом на сим талиб вот пожалуйста есть человечек посмотрим что он такого написал более подробно и так сценарий будущего попробуем посмотреть на ситуацию с эпидемией коронавируса вооруженным взглядом и спросим себя кому это выгодно а у кого мог бы быть мотив и кто может воспользоваться этой ситуации так смотрим нынешние пандемии вовсе не черный и белый лебедь это событие так или иначе с большой вероятностью могло произойти неизбежность мировой пандемии следствие структуры современного мира его чрезмерно высокой связанности и чрезмерной оптимизации вот почему правительство сингапура которое мы консультировали в прошлом было готово к такому сценарию разработанным еще 2010 году четким планом действий похоже что мы еще мечтаем устроиться поудобнее на своем удаленном рабочем месте и пережить пик эпидемии так вот пика не будет все идет по плану по плану действий которые составили для сингапура смотрим последовательность событий описанных в известном узком кругу лиц сценарий может описать следующими моментами первое началось все с того что в мире произошла глобальная пандемия нового штамма гриппа более заразного и смертоносного чем свиной грипп 2009 года дальше даже развитые страны не устояли перед распространением эпидемии вирус пронесся по земле заразив 20 процентов мирового населения и убив 8 миллионов человек всего за шесть месяцев дальше глобальная пандемия также оказала разрушительное воздействие на экономику международные связи движения товаров остановились что привело к катастрофическому положению многих отраслей дальше даже в странах занимающих лидирующие положение сша и европа остановить пандемию еле смогли первоначальная либеральная политика решительно отговаривающие граждан от авиаперелетов и социальной дистанции оказалась смертельно опасной из-за своей мягкости она и способствовала распространению вируса создавая новые очаги несколько стран проявили способность оперативно справиться с пандемией в первую очередь это был китай введение правительством китая жесточайшего обязательного карантина для всех граждан и герметичное перекрытие закрытие всевозможных границ внутренних и внешних спасло миллионы жизней остановив распространение вируса намного раньше и эффективнее чем в других странах а потом сделав более быстрым восстановление после пандемии перечисленное выше один из сценариев который был описан в 2010 году а дальше больше смотрим неправда ли некоторые моменты как бы списаны с реальное положение дел в мире охваченном пандемии а чтобы дальше сценарий не казался выдумкой можете отметить для себя то как будут развиваться события в ближайшем будущем запомните и чтобы потом сравнить с реальностью не так последствия точнее продолжение сценария развития пандемии первое больше большое количество людей погибнет не в столь развитых странах африки юга юго-восточной азии и центральной америки где вирус распространился как лесной пожар при отсутствии официальных мероприятий по его сдерживанию дальше национальные лидеры во всем мире начнут усиливать свои полномочия и устанавливать правила и ограничения от обязательного ношения масок проверки температуры тела на входах в общественные места до обязательной поголовной ежегодной вакцинации дальше после того как пандемия закончится жесткой авторитарный контроль и надзор за деятельностью граждан не просто останется но и усилится это пойдет под лозунгами защиты нации от новой угрозы пандемии транснационального терроризма и за растущей нищеты и недовольства в первый год пандемии идея тотального контроля и безопасного мира получит всеобщее признание одобрения граждане даже либерально настроенных стран охотно отдадут часть своих свободы свою частную жизнь в обмен на защиту со стороны государства за безопасность и стабильность дальше усиленный надзор может принимать разные формы например биометрические идентификаторы чипизация для всех граждан более жесткое регулирование ключевых отраслей отвечающих за стабильность широкое распространение получит новации в области биотехнологий генной модификации и их сочетание сайте технологиями что породит новые угрозы тотальное наблюдение сканирование распознавание и прогнозирование действий и даже намерение приведет к упредительному законодательству и пресечению ненормального поведения и потенциальные антиобщественные намерения новая диагностика для выявления инфекционных заболеваний применение скрининга здоровья и вслед за лот или айот айот появится интернет здоровье прогнозироваться будет не только траектория обучения но и траектория работы жизни социальные взаимоотношения что успешно приведет к очередной победе над многими заболеваниями технологии дистанционные удаленной работы становятся повсеместными появляется в ярко офисы под влиянием протекционизма и проблем национальной безопасности страны создают свои собственные независимые национальные инфосети на манер китайской правительство достигает успеха в контроле за интернет трафиком но в итоге эти усилия разрушают всемирную сеть все это продолжается примерно до 2036 года когда в рф по инициативе тоталитарной элиты произойдет очередное обнуление сроков президента но это уже совсем другая история яндекс 2020 год кто-то тут это все дело как-то так интересно запустил перед этим как я понимаю на 7 вот этот вот это все обозначен вот как-то так но тем не менее если мы посмотрим у меня есть видео про будущее началось смотрите это у меня есть значит что то здесь от этого есть так она будет или не так она будет по всему миру посмотрим с вами был книга коп палец вверх подписываемся на канал ну а я продолжаю дальнейшей книга коп пока пока